так с устройством дна все с фэн-шу и в принципе все теперь грузовместимость так начнут корабля с огромного с 380 вот это проверено проверенная герма 60 литров пир квадрат умножить на высоту 60 литров сзади конус 40 сзади в принципе сюда ляжет и конус 60 то есть сзади спокойно фэн-шуй на и очень красиво ложится сотка 60 герма и 40 конус ну спереди как вы понимаете и как я понимаю даже вот этот 60 ник ляжет вот он но это не фэн-шуй на лучше суда 60 ник класть конусный то есть выглядит будет вот так и там еще добавится сантиметров 15 вот полная загрузка этой лодки 160 литров при том что нормальная упаковка нормального водника не сильно продвинутого но и не у нее не запущенного это 120 литров вместе с лодкой который почему лодка занимает литров в рюкзаке минимум 40 а то и 60 то есть остального объема у человека то принципе 60 литров ну еще может быть приделанный коврик какой-нибудь старый режимный ижевский так с этим с грузом за вместимостью 380 все теперь переходим к маленьким к маленьким ребятам спектра 340 традиционно у всех 340 лодках вольного ветра спереди садится конус и вот тут уже видно за что вот эта штука мешает ему фэн-шуй на положиться прошу конус можно можно тут он на самом деле вот еще вот он вот и туда он не вмещается эта штука мешает это ненужная вещь совсем даже вот такая она здесь будет ну может только такая если ручку здесь сюда сделать это мы подумаем но я боюсь что это вот сделать так вот и ручку переделывать лекала для вольного ветра это очень тяжелый удар для производства так спереди 40 сзади уже лежит 60 я так понимаю что вот это 80 а вот так это будет 100 примерно вот так это будет сотка сзади и вполне себе фэн-шуй на но еще фэн-шуй не опять же здесь будет вот эти 60 и вот эти 40 как раз если вот не будет вот этой косынки то это упадет туда совсем вот они сзади те же стольник короче эта лодка может вести 140 объемов еды и прийти прочего питья все и на этом с этим все теперь отдельно для возвращаемся отдельно к упорам в лодке бурноводные в них упоры должны быть удобные две лодки из этих из них сделаны строго по моему заказу одна сделанность просто серийно вот это что здесь сделано здесь укорочены пусть короче на заделка бедренного упора то есть вот стандарт вот стандарт заделки спинки а вот здесь ровно напротив конца спины и спинки сделано вот это петелька что получается да и вот эта петля теперь сделано так как положено она теперь стандарте вольного ветра вот так вроде бы с как должна быть будет то есть тут тут вроде мы нами наметили консенсус смысл что эти упоры лучше особенно если себя еще затянуть вперед лучше держат делают лучше делают свою работу они близки к ноге единственное что вот это себе лично я бы делал чуть ниже и так чтобы для чего что получается эти упоры лучше меня держит смысле бурноводинга смысле ответа на реакции это короткий упор который меньше дрыгается я участвую не затягивал сильно в принципе это выглядит вот так вот в на в районе бедренной кости вот этот упор единственное что это упор сделанный универсально под большие ноги тоже под ноги типа моих чуть чуть потоньше вот эту штуку я бы унес вот сюда пониже чтоб меня бы меня бы прям чтоб вот этот упор обнимал бы вот так вот так и именно сверху вот этой вот тяги потому что в экстренной ситуации упор всегда сверху его не надо вылавливать он вот туда не упадет он он вот он всегда под рукой но вот себе я заделку бы я делал сантиметров 5 ниже но расстояние уже хорошее но это был мой спецзаказ стандартно вольный ветер лепит его вот туда потому что тут вместе с водой выплеснули ребенка раньше у нас отдельно было кольцо для упора вот здесь кстати внизу ниже и вот и до спинки откидушка теперь это дело одно и то же для спинки стала зашибись для упоров очень плохо но в лодке важней упор чем спинка поэтому если бы спинка была показываю специально для некоторых сомневающихся если спинка была бы тянута вот сюда и вот сюда то ей бы сильно хуже не было показываю что получается вот она не падает все равно то есть есть здесь легко и просто вот все равно ты сел не нужен вот этот оттяг назад совсем не нужен ну на крайняк вот еще пять сантиметров тогда на прям вот фэн-шуй на будет и будет оттягивать вот так назад но вот это вот совсем не нужно это тогда проще и лучше используют для груза и тогда здесь для груза получается 4 полукольца которые по идее должны были быть вот здесь и вот эти а сейчас как-то тут странно но это я уже говорил это с этой лодкой был спецзаказ и спецзаказ был вот с этой лодкой который сам отлива здесь было то же самое сделано только здесь было сделано сразу вот он я такой сел вот они они опять под меня вот она вот эта штука чуть-чуть да как раз вот те самые 5 сантиметров или 7 сантиметров за мной за спиной раньше я делал 15 и вот опять же я бы сделал чуть-чуть пониже ваш вот видно что вот здесь немножко пытается слезть с коленки а если это сделать ниже то она с не его большая разница вот почувствуйте разницу вот здесь и вот и вот здесь вот здесь вот ниже сантиметров на 5 совсем друг вот они следа им не слетаем здесь чувствуются не хочет слетать а вот здесь вот пытается слетать ну поверьте моим ощущениям и кстати слетала вот она этой лодке сделано стандартно на этой лодке сделано стандартно на этой плотке сделано далеко назад вот сюда ну для поскольку лодка планируется для мирного использования, она без самоотлива просто, так сказать, с надувным дом, то есть человеку хочется, в принципе надувное дно, это лучше, чем вот железный кельсон, это точно, чуть-чуть тяжелее немножко дороже, но это точно лучше, чем кельсон, это гораздо лучше, чем все эти лодки со штевнями, честное слово не люблю я эти железки, не люблю ну, для лодки для мирного использования упор сзади, он в принципе допустим, хотя еще раз, я бы себе переделал это дело вот сюда и пониже собственно, и на этом все как покупать эти замечательные лодки, им похожие ссылка будет внизу напоминаю что с вами был Левашов Михаил немножко широко известный в узких кругах водников, как зиндолог, торгую я сегодня четырьмя фирмами, вольным ветром тритоном мерменом и винботом подберу лодки под ваши хотелки, не буду советовать лишнего, знаю конкурентов если прям вот ваши хотелки выбьются из моего ассортимента, вы получите лодку из того ассортимента, который я не продаю, но вы не получите, вы будете знать, что покупать я честный продавец я вам не буду втюхивать то, что вам не надо но, вообще говоря, очень смешно если из четырех фирм тритон, мермен, винбот вольный ветер не выбрать то, что вам подходит ну, разве что только я не касаюсь покрафтов, я в них совсем ничего не понимаю вот, тритон делает покрафты вольный ветер и винбот покрафтов не делает вот мермен тоже а на этом все до свидания будьте здоровы увидимся на просторах нашей страны